Главный аналитик 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 Вот как раз-таки здесь Ньюби, у нас лучше всех подготовились, поняли, что очень сильны сейчас в этой мете ДК, очень силен Вайпер, очень силен Феникс, как раз-таки, очень силен Дум, также ОДЖИ, также Ликвид. Вот, собственно, эти три команды мы и наблюдаем сейчас в топ-3, и они между собой и начинают бороться за, соответственно, победу, потому что лучшая подготовка вот в этом патче. Если говорить про команды, кто больше всего удивил, кто показал какую-то наиболее откровенную игру, в необычную, специфическую? Ну, если говорить со знаком плюс, то удивили меня комплексити, удивили очень сильно, не верил я совершенно в эту команду, ну, что она так далеко пройдет, то есть, что они могут пройти в АЛК, окей, но что они топ-4 займут, ну, это сюрприз. А если говорить про знак минус, то это, безусловно, и Вилджиниусы, которые проиграли как раз-таки комплексити в битве за четвертую эту позицию, и которые выглядели на этом турнире откровенно плохо. И вот изменения в составе, все в основном люди, и аналитики, и комментаторы, и просто зрители думали, что проблемы могут возникнуть с Бульбой на сложной линии, ведь Юниверс был суперстабильный игрок, который на протяжении нескольких лет дощил ЕГЭ на самом горбе подчас и просто замечательно наиграл. В итоге Бульба вписался очень круто в эту команду, и подчас он не хуже, а то и лучше Юниверса, а вот Ауэ, который уже играл в ЕГЭ, уходил, теперь вернулся, он как-то скис. Я не знаю, что с ним случилось, почему игра настолько его померкла, но, откровенно говоря, я боюсь, что с такой игрой ничего не светит ЕГЭ на мейджоре, и либо нужно менять что-то, может быть, снова Фира сажать на кэрри позицию, Ауэ на саппорта, ну, либо более радикальные меры, и Ауэ, может быть, снова покинет эту команду со временем. Плюс подготовка, в принципе, по стратегиям тоже меня разочаровала, ППД к турниру оказался абсолютно не готов, у них были какие-то свои стратегии, но они не работали. В интервью у Комплексити говорили, что у них было всего два дня на подготовку, тем не менее, топ-4 обыграли фанатиков в ЕГЭ, это не говорит о какой-то случайности этого патча, то есть, казалось бы, игроки без особой подготовки выигрывают такие топовые команды. Иногда тебе не нужна подготовка, возможно, Комплексити немножко подсмотрели, чем играют другие ребята, ну, потому что они играли толстыми пиками преимущественно, то есть, очень уделяли большое внимание ДК, Ландруиду, и, соответственно, подобным героям, таким толстячкам Акс, Тайтхантер, все вот эти ребята. А эти герои в этом патче действительно очень неплохо себя показывают, отчасти отсюда может быть и успех. Где-то им, конечно, немножко, так скажем, повезло на сеточку, что они встречались с теми же ЕГЭ, которые расхлябаны, это вот лишнее, так скажем, место в итоговой таблице позволило им получить, встретить они, ну, может, кого-то другого, Ньюби, например. Вот, Ньюби они встретили попозже, а если бы сетка была немножко другая, они Ньюби бы встретили пораньше, и вот уже так высоко бы не поднялись. То есть, и здесь тоже есть такой момент. Ну, и я думаю, что комплексити плюс к этому действительно работяги. Там в основном молодые игроки, горячие, которые горят игрой, которые готовятся к матчам. У того же Синдлза у него там какие-то блокноты, тетрадки, книжки просто с наработками, информация о командах, распечатки из дота-бафа. То есть, ребята горят игрой, живут игрой, и поэтому меня не удивляет, что они быстро адаптируются к новым изменениям. А какие-то последние слова зрителям Гудгейма? Приветы. Ну, всем привет, ребят. Я на Гудгейме, правда, не бываю никогда, и вообще не знаю, если там у меня хоть один фанат. Ну, наверное, какой-нибудь один найдется. Вот и привет тебе. А всем остальным тоже привет. Спасибо за просмотр. Дай бог здоровья, всего хорошего. Оставайтесь классными людьми. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok